Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в нашем проекте «На одной волне». С вами Наталья Алексеевна Невская. Мы вновь приглашаем вас насладиться живописью и поговорить о домашнем уюте, о детях, о роли мамы в судьбе и в учёбе детей. И, конечно же, мы поздравляем вас с началом нового учебного года. И мы посмотрим те картины, которые теснейшим образом связаны с темой школы, с темой дома, домашнего уюта. В исторической живописи есть такое понятие, как комнатный жанр. Это изображение родного, всеми узнаваемого, любимого домашнего уголка. И, пожалуй, самый известный художник в этой области – это Фёдор Решетников. Вы все помните его знаменитые картины, прибыл на каникулы, опять двойка. Казалось бы, что это мы вдруг о них рассуждаем? Сколько было иронии по поводу этих картин. Но нет, они очень близки с идеей передвижников. И если внимательно посмотреть и попутешествовать по этим картинам, то вы для себя увидите так много узнаваемых и очень важных деталей. Вот давайте обратимся с вами к картине, которую Решетников написал по поводу приезда внука Суворовца домой. И эта картина, кажется, ну так вот написана на одном дыхании. Но нет. Смотрите, всем она вам хорошо известна. Но художник писал её с 1948 по 1952 год. Почему так долго? Казалось бы, такой простой мотив. А он, как замечательный режиссёр, менял детали, смотрел, что будет лучше аккомпанировать вот этой взятой им теме. Посмотрите, ну, во-первых, мы видим, что это именно зимние каникулы. Смотрите, вот эти вот половики полосатые, даже у нас такие дома были, они были самодельными, и вот сразу деталь. Вот он вошёл по этому половичку, мы видим ёлка, а ёлка новогодняя всегда. Это аромат хвои, это мандаринчики, это печёные пироги. И мы видим, как дед с выправкой слушает доклад своего внука, что он прибыл на каникулы. И смотрите, какие детали. Вот там на стене мы видим портрет молодого деда. Он защитник. И посмотрите, какой юморист решетников. За спиной вот этого мальчика, юного суворовца, мы видим из огонька репродукцию три богатыря Васнецова. Вот он, будущий богатырь, будущий защитник. И посмотрите, какой у него скромный чемоданчик. Раньше такие у всех были картонные чемоданы. Там вот этот нехитрый скарб. Мы видим, как его сестрёнка спешно собирает свои тетрадочки, учебники, потому что сейчас будет суета, будут накрывать на стол. И кошка тут же заняла место, которое нагрела уже наша ученица. Она готовила уроки. И видите, вот все эти узнаваемые приметы мы видим в этой замечательной картине. Но решетников, он продолжение пишет этой картины. Вспомним не менее известную картину. Опять двойка. Давайте мы и к ней обратимся. Смотрите, эту картину вы тоже много раз, наверное, и писали в качестве такого сочинения по картине решетникова. Вы тоже скажете, фи какая тоже старинная и неинтересная картина. Но нет, если мы хорошо знаем живопись, то мы вот эту ситуацию, смотрите, вернулся наш любимый ученик. Не то, что такой бравый суворовец, у которого дисциплина, который учится хорошо. А этот пришёл с двойкой. А почему двойка? Да потому что в портфель, верёвкой завязанной, вложены конёчки. Мы понимаем, что он прокатался где-то там на катке вместо того, чтобы посещать уроки. Единственный, кто радуется его приходу, собака. Смотрите, там была кошка, здесь собака. Тоже узнаваемая обстановка дома, простого среднего дома советского человека. Потому что это написано, картина была в 54-м году. И прибыл на каникулы, и опять двойка находится в Третьяковской галереи. И та, и другая картина. И посмотрите, какой юморист Решетников. Видите, вот здесь на картине, на стенке, опять-таки за спиной нашего героя, мы видим один из вариантов «Прибыл на каникулы». Потому что Решетников очень много вариантов этой картины сделал. Он, я уже говорил, писал множество вариантов. И вот здесь мы видим вот эту параллель. Вот он, двоечник. Но он может превратиться и в хорошего ученика. Видите, как важно создать уют. Как важно по-доброму относиться к своим детям. И посмотрите, как мама смиренно, без крика, без шума, который очень часто можно сейчас услышать в современных семьях по поводу учебы детей. Как она воспринимает приход своего незадачливого ученика. Конечно, и у вас будут и пятерки, будут и двойки. Но научитесь принимать это с сердечностью, с добротой, с любовью к детям. Не надо сорвать на детях свои какие-то неудачи жизненные. Может быть, действительно, всем сейчас трудно. Но научитесь держать себя в руках. Научитесь по-настоящему любить детей. Мы понимаем, конечно же, что в первую очередь это обращение к маме. Мы видим, какова роль мамы в судьбе ребенка каждого. И давайте обратимся сейчас к творчеству художников мам. Мы знаем, что есть такие замечательные художницы. Вот начнем, например, с Зинаиды Евгеньевны Серебряковой. Ее автопортрет вы, конечно же, все знаете. Это знаменитый автопортрет за туалетом. Вот эту красавицу мы узнаем сразу. И она была представительницей очень яркой династии художников. Она была дочерью скульптора Лансере и была племянницей Бенуа, основателя мира искусства. И эта женщина удивительная была. У нее, посмотрите, вот мы сейчас с вами рассмотрим ее знаменитую картину, которая называется «За завтраком». Вы ее тоже все прекрасно знаете. И я ее просто вам напомню. Мы видим очень красивых детей, которые смотрят на нас. Вот, посмотрите. Они за завтраком. Вы спросите, а почему за завтраком? Дело в том, что в семье у Серебряковой принят был французский режим. Там рано утром детям давали только стакан молока и французскую булочку. А уже в час подавали большой завтрак, в который непременно входил суп. И посмотрите, как, естественно, дети смотрят на маму. Они привыкли. Мама художница, она постоянно работает. И они уже даже не позируют ей. Они всегда являются моделями мамы. А там где-то за кадром совсем еще маленькая их сестричка, которая только-только родилась. Посмотрите, женщине всего 30 лет, а у нее уже четверо детей. И посмотрите, какой натюрморт великолепный. Как все сгармонировано. Темно-синие тона, светлые, охристые. Как показан характер каждого из детей. Все они потом станут художниками. Вот, например, Тата. Она сначала станет балериной, потом получит травму балетную. И станет художницей. Она потом будет работать в Амхате. Эти дети потом переедут в Париж и тоже станут художниками. А вот рука. Посмотрите, это рука бабушки. Бабушка Екатерина Бенула. Это уникальная женщина. Она хранительница очага. Она даже в самые голодные годы, а эта картина написана в 1914 году, она из ничего могла приготовить еду, очень красиво ее подать, сервировать. И она вносила в эту семью спокойствие и уют. И посмотрите, как эта рука, разливающая суп, она вносит успокоение и какую-то особенную стабильность в композиционный строй этой картины. В 34 года Серебрякова уже стала вдовой, потому что в 1918 году умер ее муж, и она осталась одна с четырьмя детьми. Конечно же, помогала бабушка, но вот смотрите, вот эта французская булка, этот запах французской булки в самые голодные, в самые тяжелые годы всегда сопровождал детей. И подумайте, как мы должны сегодня создать вот этот уют нашим детям, чтобы они чувствовали поддержку своей семьи, любовь мамы, любовь отца, бабушки. Как это важно в наше очень сложное, нестабильное время. Мы с вами все прекрасно понимаем, что происходит с нами, как превозмочь вот эти тяжелые испытания, которые выпали на нашу долю. Еще одна прекрасная художница – это Яблонская. Мы с вами сейчас посмотрим замечательную картину, которая называется «Утро». Она тоже находится в Государственной Третьяковской галереи. Вам она тоже, без сомнения, хорошо известна. Ну, посмотрите, вот картина «Яблонский хлеб». Вот эта россыпь золотая. И женщины, которые этот хлеб потом отправят на хранение. Но мы-то обращаемся с вами вот к этой знаменитой работе. Это она написала свою дочку. И, смотрите, эта картина написана была в 54-м году. Это начало оттепели. И, видите, у Решетникова это был сюжет, близкий к передвижникам. А здесь вот эта сюжетная деталь переходит в символ. И мы видим символ открытого окна, символ свежего ветра. Этой девочки, которая буквально в полете, как птица устремлена вперед. Сама дочка вспоминает. Мама схватила вот этот момент, когда я только что проснулась. Меня приняли в пионеры. Я буквально летала. Она в это время занималась балетом и гимнастикой. Посмотрите, как это видно по позе этой девочки. И обратите внимание, открытое окно. Цветы в комнате. Цветы на балконе. И надо сказать, что вот эти репродукции, они висели на стене. Это была Огоньковская репродукция. И в эту девочку влюбился ее будущий муж. Они познакомились в художественном училище. И он сказал, когда он узнал, что она дочь Яблонской, что это она изображена на этой картине. Он говорит, так я же с детства в тебя уже был влюблен. Посмотрите, какие связи удивительные в искусстве, в жизни происходят. Мы с вами видим вот этот яркий, разберенный колорит, вот эту свежесть. Видите, холст удлиненный. И вот эта радость новой жизни, она буквально захлестывает нас с этого полотна. Итак, мы с вами увидели школу. Мы увидели детей. Посмотрите, как много дети привносят в искусство доброты. И как радостно еще разочек посмотреть такие знакомые нам всем картины. Я желаю вам в новом наступившем году радости, только хороших оценок и взаимопонимания между родителями и детьми. Всего вам доброго.